Я выражаю большую благодарность организаторам, которые предоставили мне возможность еще кое-что. Организатор думал, что я хочу говорить о термодинамике, а я буду говорить о воде. Но о термодинамике чуть-чуть в двух словах. Термодинамика, к сожалению, учитывает только хаос. Извините, но в жизни кроме хаоса есть организованность, порядок. Как у нас на конгрессе. Да. И поэтому, естественно, должна быть характеристика как хаоса, это известная всем энтропия, так и характеристика организованности. Я предложил для этого использовать информацию. Или иначе говоря, термодинамическая информация это характеристика организованности системы с позиции энергии. Потому что энергия можно подразделить, поскольку энергия характеристика движения, причем, правильно сказать, характеристика интенсивности движения. А движение может быть и организованным, и хаотическим. Так, теперь, значит... Чего тут? Чего не получается? Прошло, прошло. Прекрасно. Теперь мне надо начало вылезти. Физико-химические основы, аквапарадингом медицины и экологии. Ну, я немножко чуть-чуть повторюсь, для того, чтобы было вообще взаимосвязано, потому что не все присутствовали. Итак, ну, начнем прямо с воды. Итак, вода... Первое, что нужно учесть, что молекула воды, геометрия молекулы воды не константы, а, естественно, изменяется в достаточно широких пределах в зависимости от состояния воды. К сожалению, нас учили, что это константы. Далее, что интересно здесь, что соотношение длин связей в молекуле воды подчиняется всемирному закону золотого сечения. То есть, эти соотношения стремятся к золотому сечению. Ну, и вода, ну, поскольку есть единая сетка водородных связей, то вода в конденсированном состоянии открытая, термодинамически неравновесная, гомогенная, кооперативная, колебательная, нелинейная, автоколебательная, многопариметрическая супрамолекулярная аркосистема, межмолекулярный континуум, который обеспечен единой динамичной полиморфной сеткой водородных связей. С такой фамилией трудно жить. Вот. Короче говоря, вода в стакане – это одна большая молекула. Это моё. А великий Лангмюр сказал, что океан – одна большая молекула воды. Вот. Абсолютно правильная. Лангмюр? Лангмюр, да. Вот. Что касается… Что же там есть? Все хотят увидеть отдельную молекулу воды. Их практически нет. Ловить их там бесполезно. Все хотят увидеть отдельные колхозы из молекул воды. Их там что? Нет. Есть единая сетка водородных связей, в которых есть разные нано-, микро- и макрофрагменты. Ну, аква-социаты. Понятно, аквакластеры тоже. Вот. Новый подход акваполости или полые аквакластеры. К сожалению, некоторые любят вместо полостей говорить «пустота». Не рекомендую это говорить, потому что, как вы только сказали «пустота», так сразу система стала гетерогенной. А вода всё же гомогенная система. Но акваклатраты – это комплексы гость-хозяин. И вот то, что новенькое – это аквамодели. То есть аквакластеры – фрагменты аж-сетки со структурой, отображающей воздействие, оказанное на аквасистему, или веществом, или сигналом. То есть вода – не только растворитель, не только и так далее, но она ещё и отражает то, чем вы воздействуете. Вода – источник электромагнитных и акустических излучений, вследствие открытости и своей термодинамической неравновесности. И то, что она автоколебательная, нелинейная, многопараметрическая. Но эти излучения собственные, они и акустической, и электромагнитной природы. Ну, вода, как среда, она, конечно, может вызывать акустику. Ну, и из-за того, что есть диполи, есть ионы, и всё это движется, то это источники электромагнитного. Все эти излучения, они широкополосны, от герц до терагерц. Колебания акваизлучений воды модулированы уровнем организованности аквафрагментов её аж сетки, включая аквамодели воздействия. Итак, наличие у воды собственных акваизлучений свидетельствует, что вода – природная, универсальная радиосистема. Она универсальная, она не только излучает, но и она, соответственно, реагирует. И так, под действием физических полей взаимодействие… Зачем? А, это у меня здесь что-то изменилось. Ну, слава Богу, здесь не изменилось. Это вы мне тут слегка помогли. Серёжу попросить? Ну, да, тогда, конечно. Он бы сего был попросить. Серёжа, пожалуйста. Тут уж выскучил зайчик. Зайчика – пальчик. Зайчика надо пальчик. Спасибо. Ну вот, короче говоря, вода – приёмник физических полей. И воспринимая воздействие этих полей, её структура аквафрагментов изменяется. Всё это происходит благодаря локальному полиморфизму сетки водородных связей. То есть, это результаты фазовых переходов второго рода. Ну, и вот, значит, под действием физических полей вода может менять свои свойства. Ну, как химик я прежде всего объясню изменение химических свойств. Итак, исходная вода имеет набор аквафрагментов А, Б, С, Д, Ф. Под действием красного, очень слабого физического поля, поскольку оно очень слабое, то можно считать, что внутренняя энергия системы практически не изменилась. Значит, у нас происходит фазовый переход второго рода. При этом А превращается в К, Б сохраняется, С сохраняется, Д превращается в Л и образует клатрат ФЛ. Естественно, свойства красной воды будут отличаться от свойств синей воды. Итак, под действием слабых физических полей вследствие изменения кластерно-клатратного состава может происходить безреагентное изменение её физических и химических свойств. Естественно. Если радикалов, то меняется кислительно-восстановительный, а также могут меняться комплексы образующие. Итак, безреагентное изменение кислотно-основных свойств в результате фазовых переходов второго рода. Ну, все вы знаете, вода диссоциирует на ионы. 10-7, PH должно быть 7. В 10 лет, согласно ГОСТу, имеет PH от 5,8 до 6,2. При этом объяснений... Ну, химики придумали, что это от СО2. Ну, растворяется СО2, PH снижается. Но это глупое объяснение. То есть СО2 не вредит? Нет, СО2 не вредит. Во-первых, оно плохо растворяется. Первый факт. Не, ну вот газировка всё запрещает. А, ну газировка это подаст. Вот из... В районе 6. Потому что, вот по верхней части, происходит клатратирование анионно-гидроксильной группы. И поэтому было сильное... Только хаос. Извините, но уже... Обалдел. Потом мне говорят... А вот сейчас свежеполученный 4,3. Товарищи физики, ну я понимаю, что вам нужно... Но почему электропроводимость падает, когда PH-4? Ну, дыхать, конечно, на это, боже мой. Магматически. Ну вот. Ну а другой вариант, когда клатратируется катион водорода внизу, то среда, наоборот, что защелачивается. Но я это уже говорил, сейчас красненько тоже скажу, что у меня интерес к воде проснулся из-за... ...контакта с Ниней Кулагиной, которая у меня на глазах изменила PH воды с 6 до 9. Кислоты налила? Да нет, челочи. 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 Нет, ну вы извините, я вам могу сказать. Когда мне позвонили и сказали, я взял... Феликс Владимирович Балюзек, хирург. Говорит, Валера, у меня сейчас будет Кулагина, она как будто меняет PH воды. Я говорю, ты можешь проверить? Я говорю, нет проблем. Беру воду, дистиллят. Слава Богу, ноосфера. И Бог, и ноосфера, все вместе. Догадываясь, капну туда фенолфталиин. Ну почему? Потому что фенолфталиин при PH6 бесцветный. Я только ясный! Руки можно поднести? Пожалуйста. Ну, делает паз. 6-2, 7-2. У меня волосы встали дыбом. Я студентам говорю, не меняется. А тут у меня за 10 минут. Или за 5 даже минут. Ну, думаю, догонишь до 8,2, тут я про тебя узнаю. Действуешь ты на воду или на прибор? Или на людей. Э! По полу людей подождите. Короче говоря, 8,2 краснеет. Догоняет до 9. Спрашивает, хватит? Нет, говорите, коллега. А я смотрю, у бабушки пот на лбу. Жалко бабушку. Говорю, хватит. Вот. Но я понял, что действуешь на воду. Мне это было вполне достаточно. Стаканчик закрыл полиэтиленом. Закрыл крышечкой. Догадался попросить привезти ампулы с дистиллированной водой. В хирургической клинике это не проблема. И вот тут я, грешен, не додумал. Я взял и разделил на две порции. Одну порцию дал ей, другой оставил себе. Надо было разделить на три порции. Чтобы одну порцию вскрыть, посмотреть. Одну отдать ей, другую дать мне оставить. А я сделал вот так. Ну, она поводила лапками. Сказала, все в порядке. Вот. Ну, я смотрю, стакан стоит фиолетовый. Все. Она делает еще бешеный эксперимент. Ну, поскольку это все в физике. Ну, в основном. Подносить руку ко лбу. Ну, расстояние 20-30 сантиметров. Лоб горит. Слава богу, у Филиса Владимировича нашелся жидкий кристаллический термометр. Положили 40. Вот. Через примерно 10 лет на одной из научных конференций ученые из Литмо сообщают. Мы исследовали Кулагину. Тогда я не знал, что Дуньев этим делом занимался вплотную. Вот. Никакого температурного эффекта не обнаружили. Спрашиваю. Чем мерили? Термометром. Каким? Ртутным. А еще каким? Точной термопарой. А жидкристаллическим? Нет. При этом физики скрыли, что Дуньеву Кулагина с расстояния 50 сантиметров вызвало ожог на руке. Нету температурного эффекта. Но мне сразу стало ясно, что она действует на что? На воду. В жидкристаллическом термометре вода. А уж в термопаре там тем более. Вот как, оказывается, надо внимательно подходить к научным исследованиям. Ну вот. Значит, вначале у меня была мысль, что экстрасенсы только в щелк... Да. Сейчас я точно знаю, почему она погнала в щелк. Я думал, что это мне... Ну... То невольно я хотел. Она прочитала эту мысль. Ну что, лохматый, хочешь щелк, будет тебе. Лови. Вот. Потом через 10 лет примерно появился... Селененькую. И синенькую. Два. Семь. Десять. Пробочки привязал. Стоят. Прошу. Когда Виталик придет? А кто его знает? Ну, прихожу с лекцией, мне кажется, Виталик был. Ой, я говорю, как жалко. А он сделал. Мощь живого гомосапиеса. Вот. Ну, теперь... То, чего... Значит, сверхкортически есть такая вода. Вода, которая побывала в специфических сверхъективных условиях, она имеет по 5,4 вместо 6,4. Была 6,4, встала 5,4. Объяснений ни химики, ни физики никто не дает. Реакция, которая здесь написана, объясняет. Но что вообще химиков... ПАЖ должно что? ПАДАТЬ. А в сверхкортической... Возрастает. Ставит воскресенье. В сверхкортической воды. Объяснений нет. Реакция, которую я написал... Вместе, чем концентрация этих квадратов, у вас будет происходить. Что? За щелачивание. Значит, предлагаемая концепция, что работает. Соответственно, уменьшение... Закисление и уменьшение электропроводимости дистиллята и бидистиллята объясняется этим уравнением. Ну, потому что бидистиллят такой становится тогда, когда вы дважды перегоняете, но без доступа в воздух. 5,5 и так далее. В то же время за щелачивание... А я потом объясню... Не-не-не-нет. Вот наше объяснение. Теперь... То была гетеролитическая диссоциация. Теперь посмотрим на... Простите, радикалы ОАС. И тогда будут пролонг... Если квадратировался, то он пролонгирует свою жизнь. Так он живет доли секунды, а так он живет часы, а то и сутки. Вот... Этот быстренько сникнет, то есть исчезнет, а окислительные свойства будут констатироваться. А если квадратируется радикал водорода, то пролонгируются восстановительные свойства. Ну и... А если эти начнут взаимодействовать между собой, то будет получаться вода и при этом энергия что будет? Вы-де-ля-ться. Вот почему вода может быть скрытым... Вернее, источником скрытой энергии. Итак, благодаря предлагаемой концепции можно объяснить, почему внутри межклеточные жидкости являются достаточно сильными восстановительными средами. Обычные восстановители такое не могут сделать. Из-за квадратирования радикала водорода. Почему он там получается? Да потому что кровь, как здесь сообщалось, движется как в вихревой импульсном режиме. И поэтому в организме это все происходит. Ничего убедительного. Вот что интересно, то в раковой клетке вместо восстановительных резко уменьшается восстановительная способность. Вместо минус 100 получается в районе нуля. Вот что такое тест Соколовского. Но можно перечислить только самые главные моменты. Что за счет самоокисления и самовосстановления воды можно объяснить горение воды, включая самосгорание людей. Факты, которые мне казались единичными, согласно интернету, 6 тысяч человек самосгорают ежегодно. Образование акваплазмы. Ну и из-за этого происходит электризация. То есть, когда вы трете эбонит, то есть диэлектрик, то на нем есть приграничная вода. Она клатератирует, диссоциирует гомолитически на радикалы. Отсюда появляются радикалы, а радикалы начинают обмениваться электронами. И поэтому это все происходит. А не те встроенные теории, которые построены. Ну и самоочищение воды от органических веществ, естественно, может происходить как за счет окисления, так и за счет восстановления. Ну и вода источник энергии. Твой вот самый скрытый. Так, поехали дальше. За счет комплекса образования. Что здесь вообще потрясающе? Может образоваться такой клатрат, который любит молекулы воды. И в результате молекулы воды клатратируются. То есть вода проявляет дегидратирующие свойства. С ума сойти можно. Именно этим можно объяснить, почему бациллы, некоторая вода обладает бактериостатическим эффектом. То есть бациллы в ней засыпают. Вот. Потому что в разделе их стриптизе устроили от молекул воды. Вот они и потеряли свою вредность. А потом, когда был случай под лугой, скважина, бактериостатичная вода, микробиологи в восторге, лимонадная фабрика в двойне, взяла, добавила сахарок, еще кое-что. Добавила СО2, запечатали в бутылке, отдали микробиологам. Микробиологи говорят, из какого туалета взяли воду. Вот. Но бизнес есть бизнес. До науки дистанция огромного размера. Объяснение вот вам, пожалуйста. Ну, теперь все вы знаете очищающее действие молока. Задаешь вопрос, почему белки? Почему белки? Что получается? Образовался такой полый кластер, который ксенобиотик заклатратировал. И в результате организм не дурак. Этот акваклатратированный ксенобиотик он выводит через почки, а не достается печени. И поэтому так все просто. Вот. То есть происходит псевдо самоочищение воды. На самом деле частица эта осталась, но она выводится из организма. Вот. Ну, благодаря этому, ну, здесь я главный ксенобиотик сказал. Поехали дальше. Ну, то явление, которое я сформулировал, явление аквакоммуникации. То есть способность воды отображать, сохранять, передавать и терять уровень организованности. Это величина и равное отношение информации к энтропии, которым обладает или вещество воздействия, или воздействующее поле. Кодируя вот этот уровень организованности в своей структуре. То есть в аквамоделях воздействия. Аквакоммуникация – это закон сохранения и превращения энергии при фазовых переходах второго рода. В подтверждение, ну, много я приведу, только самое такое, которое мне сейчас очень полезное. А именно, берется микроорганизм, на него воздействует веществом воздействия. От этого микроорганизм реагирует, ну, предположим, краснеет. Им стыдно становится от того, что они нажрались, покраснели. Вот, если вы это вещество, если вы в эти микросуспензии микроорганизмов опустите пустую ампулу, никакого эффекта. А если вы в ампулу запустите вещество воздействия, то микроорганизмы начнут вызывать красноту. То есть, что из этого получается? Самое главное, что микроорганизмы, то есть биообъекты, а следовательно и мы, вследствие их акварадиосвойств, чувствительно не... ...моделей. Ну, многие из вас знают, ну, так называемые матрицы, здоровье, ну, много там разных названий. Я это все называю изменение свойств воды под действием топологических преобразователей их акваизлучений. Вот у вас топологический преобразователь, он имеет определенную организованность. В результате будет явление интерференции, и в результате вода уже под действием своей же собственности начнет изменять. Была с исходным уровнем, стала с конечным. Эти акваизлучения, то есть эти топологические преобразователи, ну, если они плоскостные, то это цветок жизни, крест, иконы, фрактальные матрицы, аэрос, нейтроник, вергуна, каширского, пахового, их тут можно перечислять. Ну, те же самые береги. Вот. Ну, а береги, они плоские, они, как правило, объемные. А объемными, естественно, является пирамида, архитектурные формы, феншуй. Так что вода чрезвычайно чувствительна. Ну и так, радиосвойства воды и их использование в природе. Благодаря радиосвойствам воды все живые системы от клетки до организма являются природными универсальными акварадиосистемами. Биополе – это согласованное между собой акваизлучение и аквасистем живых организмов, акустическая и электромагнитная природа, которые способны взаимно преобразовываться друг в друга. Эти акваизлучения импульсны, низкоинтенсивны, широкополосны, когерентны и модулированы уровнем организованности систем и организма в целом. Акваизлучения живого способны формировать, это очень важно, динамичные акваволноводы из аквафрагментов аж сетки водных средств, включая пары воды в воздухе. Благодаря этому акваизлучения живого могут быть адресными и высокопроникающими. Именно акваволноводы соединены, соединяются наши аквапунктурные точки с чакрами, с органами и так далее. Никакие там не меридианы, никакие там не каналы, а просто динамичные акваволноводы. Итак, радиосвойность аквасистемы организма человека и их способности к резонансно-волновому взаимодействию основы материальности, его мышления, духовности, сознания, психики, эмоции и чувств, включая дистанционную чувствительность как основу аквалокационной способности. Ну вот, как действуют, вернее, аквамодели. Они должны воспроизводиться и могут уничтожаться. Значит, аквамодели как могут быть вещества, так и излучения. Самоорганизации, ну понятно, что будут способствовать наличию воздействующих веществ или физических полей, воздействия и излучения когурентными, потенцирования, я потом остановлюсь. Но самое существенное и очень важное, на что обычно не говорят, позитивное, заинтересованное и организующее мысленное воздействие человека. Если вы не верите, то все разрушаете, вы разрушаете. Не вода становится плохой, а вы ее рушите. Своим не верим. А? Своим не верим. Поэтому, когда меня спрашивают, какую воду надо пить, я говорю, неправильно вопрос ставите. Главное, как пить? С удовольствием и с благодарностью. Вот вам наглядный пример. В Индии нет ни одной чистой речи. Все загажены как не знаю что. Тем не менее, индусы, в отличие от нас, страны, которая вода обильная, там вода дефицитная. Поэтому к реке отношение какое? В результате он пьет воду. Наши говорят, а как же ты пьешь? А это вы, христиане, вам нельзя пить. Потому что мы будем пить совсем иначе. Нет, мы так не умеем пить. Тем более эту грязную воду. А надо... А это... Я одно могу сказать. Но тоже надо пить как? Чтобы поменьше охмелеть. Как? С любовью и благодарностью. И захмелеть? Зачем же ты пить, если не хмелеть? Ну вот это всегда дилемма. И запивать водой? Да. А, запивать водой? Правильно. Говоришь, вино-то всегда в старину пили. Так, расслабляли. Итак, механизмы передачи воздействия лекарств или излучения на ООН. Значит, то, чему нас учили, и меня учили, и вас учили, что передача в основном молекулярно-кинетический режим. Ну, просите, пожалуйста, таблетку вы проглотили, а через некоторое время голова прошла. Болела голова, она прошла. Но в то же время метод фолия говорит о том, возьми бутылочку с анагином и поднеси к локтю. Закрытую бутылочку. Голова пройдет. Серьезно? Вера, Вера. Нет. Нет. Аква-излучение. Поле-поле-поле. 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 Аква-излучение. Вот. Значит, помимо... В основном молекулярно-кинетический режим, это когда вы помазюкали свою рану, ну, непосредственно. Там можно молекулярно-кинетический. А когда вы что-то проглотили, и чтобы дошло до головы, хе-хе, это иначе говоря, резонансный волновой механизм передачи. Вот. Это любые компетки так не используют? Естественно. Я, например, всегда перед тем... Ну, слава тебе, Господи, пока единственный только возрастной диабет второго рода. Поэтому таблетку вначале пью воду, чтобы немножко смыть. Ну, что там в организме? Вот. Потом таблетку и запиваю водой. Но я могу и не запивать. Но теперь я понимаю, что надо запить для того, чтобы что? Помочь. Аквакоммуникации. Итак, вода и аквакоммуникация физико-химические основы аквапарадигмы медицины. Аквапарадигма медицины рассматривает и заболевания, и лечения с позиции нарушения восстановления оптимального уровня. Вот, посмотрите. Начало заболевания. Вначале портится что? Аквасистема. Ну, того или иного органа или организма в целом. А затем уже начинает из-за патологического состояния акваоболочки становится и организм. И орган. А лечение, опять же, начинается с аквасистемы, а заканчивается уже из лечения мордоров. Почему? Да потому что самая динамичная система в нашем организме это вода. Только это не вода, а это аквасистема организма. Потому что, ну, вода это... Она там не вода, потому что она в основном уже, вернее, она вся, ну, проструктурирована в какой-то степени, ну, теми органами, теми тканями, в которых находятся. Ну, это вот с точки зрения аквапарадигмы медицины. Ну, вот гомеопатию я здесь услышал. Вот вам объяснение гомеопатии. Значит, ну, заболевание начинается с этого. Что такое потенцирование? Это вы берете вещество и начинаете разбавлять. И гомеопатическим препаратом является аквамодель его действующего вещества. То есть вы пьете не мышьяк, а пьете аквамодель. Вот, это может быть даже не быть молекулы. Нету. Нету? Да. Вот так. Что там разбавление? Да. А действующее вещество вытянули... Ну, вот так. И чем прекрасно? Потому что действующего вещества нету. И организму, если надо, он эту аквамодель разрушит без всяких последствий. А если вы правильно вам подобрали лекарство, и если вы пьете это лекарство как? с великой надеждой на излечение, то аквамодели будут что? Воспроизводится. Они динамичнее. Они уничтожаются и одновременно могут помогить им. Эффект бенвениста, который открыл, что иммунологические препараты даже в гомеопатичную дозу действуют. И опубликовал в журнале статью. Но перед этим он собрал три акта, что работает, привез, ну, и журнал был вынужден напечатать. Но скептики сразу же накинулись. В результате этому пришлось вызывать врача. Нет, не врача вызывать в команду бенвениста. Сам он не поехал. Послал свою команду. А ну, редактор хотел, чтобы получалось? Нет. Потому что скептиков казалось гораздо больше. Далее он пригласил фокусника. А все фокусники, если вы не знаете, то они все экстрасенсы. Иначе вы бы заметили, как у них руки двигаются. А так они массовый гипноз. И мошенничество. Поэтому я их называю, когда они вот так привлекают сволочи в квадрате. Потому что сами экстрасенсорят, за это деньги получают. И мешают экстрасенсорить другим, и за это деньги получают. Комплексив заключается. Тоже вот. Ну и что делают, эксперимент не получается. Почему? Потому что команда слабовата, а негативов что? Много. Вот и не получилось. Бедный бензинист уже дырочку проколол, чтобы Нобеля получить. А вместо Нобеля получил Нобеля. Нобеля. Ну тогда догадался, передал свойства одной из аминных кислот по радиосистемам. В Америке получили этот сигнал, ну как говорится, подействовали на воду, и вода стала воспроизводить свойства этой кислоты. Ну опять проколол дырочку для Нобеля получил второго Нобеля. После этого нужно помнить, человек естественно скончался. Ну и так эффект потенцирования. Потенцирование это аквакоммуникационный процесс формирования акваклатратных аквамоделей протекающий в автоколебательном режиме, инициирующий самоорганизацию и саморазрушение. То есть идет автоколебательный процесс. И так механизм потенцирования позволяет понять и объяснить почему эффективны не любые потенции, а только определенные, в которых количество аквамоделей и их излучений оптимальны. Ну заканчиваю я на совсем сожалению негативной ноте. Ну с медициной все очень просто. До той поры пока медики не поймут, что они лечат воду, медицина будет чем? Искусством. Вот когда они поймут, разберутся, тогда это станет наукой. Ну все вы знаете физические, химические, микробиологические. Но не менее страшно социо-информационное зло, ложь, жадность, зависть, потребительство, подлость, ругательство, порно. Мат. Все то же самое. Ну я ж тут мат не пишу. Агрессия и их непрерывная реклама в СМИ в виде аудиовизуального смога. Вода в атмосфере и в аквасистеме человека, являясь радиосистемой, не забывайте пожалуйста, принимает и отображает этот социо-информационный смог путем структурной деградации своей аж сетки, что негативно влияет на состояние как людей, так и окружающей среды. От структурной деградации аж сетки воды природа защищается с помощью катаклизмов, жары, морозов, ливней, снегопадов, ураганов, цунами, землетрясений. Так что, когда это все происходит, наше участие там что? Имеет место. Ну и, наконец, крик души. Люди, во имя сохранения человечества на земле, перестанем источать зло, ложь, зависть, гнев, ненависть, насилие, похоти. Перестанем смаковать и тиражировать это зло в средствах массовой информации, реклама, печать, радио, телевидение, кино, интернет. Зло отравляет воду окружающей среды, что инициирует и способствует возникновению природных катаклизмов, необходимых для очищения воды от воспринятого ею чрезмерного зла. Единство воды и человечества основа для сохранения экологии и цивилизации на земле. Брак, Малыш. Брак, 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 Я вот вижу, что Одесситы вроде бы уехали, но как там, говорил классик? Бенни говорит мало, но когда он говорит, его хочется слушать. Так, я вам обещал первый вопрос, пожалуйста. Во-первых, разрешите вас поблагодарить от всех, я думаю, для блестящей формы и содержания. А устрою, значит, ваша теория полностью отметает все разговоры об эзотопах в воде, дегтерии и протеи, они что, не учитываются? Нет, я вам так могу сказать, я понимаю прекрасно, что дегтерий вреден для организма. Значит, когда вишливой генератор, ну, у Потапова, взяли, попробовали залить в институте Курчатова, залили тяжелой водой, ну, и физик, экспериментатор долго не пожил, ну, потому что дегтерий, водород выделяется, это я могу точно вам сказать, я исследовал, но на воде, не на тяжелой, на обычной, вода в теплогенераторе становится антиоксидантной, минус 200, запускать, да, минус 200, вместо плюс 200, вот вам, пожалуйста, вот откуда берется энергия, люди не хотят, они придумывают эти самые энергию из космоса, энергию за счет холодного термояда и так далее, ну, наука это отвергает и правильно делает, а вот есть простая теория химического равновесия, когда микровзрыв, то энергия что? выделяется, вода эту энергию использует, дистрирует на радикалы, как микровзрыв прошел, так она что? За 5 радикалов взаимодействует, и энергия та, которая должна была улететь, она возвращается в воде, вот вам, пожалуйста, откуда коэффициент превращения энергии больше единицы, пожалуйста, вы знаете, вот 70-е годы гертыска в будке, он заварился идеей использовать воду как изолятор, там, значит, долго горячились, но, в общем, больше 60 кВт не получили, ваше мнение, можно поднять хотя бы раз в 10, чтобы лучше масло она была держала? Я вам одно могу сказать, ответа на этот вопрос я не знаю, но понимаю прекрасно, когда будут разработаны надежные методы контроля структуры сетки водородных связей, вот здесь присутствующие, все хотят пить структурированную воду, запомните, вода всегда структурирована, но как по-разному. есть ли у вас мнение, почему именно вода обладает повышенной диэктической приметаемостью и является универсальным точечным расстоянием? Ну, на этот предмет я слушал ваше выступление, спасибо, я немножко не очень согласен, вы слишком сложно объяснили, а я всегда считаю, что истина там, где просто. понимаете, вот, поэтому, ну, я, как я понимаю, этот 81 это только ну, при обычной частоте, а если вы начнете менять частоту, то можете опустить это с 71, с 81. То есть физические причины есть какие-то для этого? Структура, там еще что-нибудь? Ну, структуру, естественно, сетка водородных связей. Спасибо.